Говорят, в такую погоду даже плохой хозяин собаку из дома не выгонит. Ну а что делать, если собака в принципе бесхозная? Ничего скажут многие. Однако иные, неравнодушные железногорцы предпринимают все возможное, чтобы спасти ну хотя бы одну собаку. Накануне к нам в редакцию обратилась жительница города и попросила сделать хоть что-нибудь для десяти щенков, поселившихся вместе с мамой, разумеется, на одной из автобусных обстановок по 60 лет ВКСМ. Семейство четвероногих обосновалось здесь капитально. Даже нору вырыла, довольно просторную. Прохожие жалеют собак и часто их подкармливают. Он же зимой ходил, тоже тут бегал, да? Зимой зимой было все. А потом вот у нее и мухие собачатки появились. Ну не злая собака, так не кусается? Нет, нет, она даже не подходит. Я вот ей поставлю там вот черепушечку, и она, когда отойдешь только вот к скобейке туда, она только подходит, поест и убегает опять туда же на горку. А вот нет, не было идеи забрать хотя бы одну собаку? Мне не надо, миленькая моя. Я уеду отсюда. У меня свои детки оставят. А, понятно. При этом сердобольные горожане прекрасно отдают себе отчет в том, что долго так продолжаться не может. Скоро зима, и есть всего два варианта развития событий. Первый. Щенки замерзнут, если не успеют достаточно окрепнуть. И второй тоже малоприятный. Щенки переживут здесь холода. И к следующему лету образуется новая бродячая стая, состоящая уже не из десяти, а возможно из пятидесяти собак, которые в поисках пропитания пойдут к коттеджам, расположенным неподалеку. А возможно, что и к 106-й школе. Как поступить? Вот как бы вы поступили, вот чисто по-человечески? Не знаю. Уместно ли или неуместно? Вот такой вопрос. Но, тем не менее, я не знаю. Если честно, я тоже не знаю. Директор КБУ, а именно это предприятие сейчас занимается бродячими собаками, откровенно признается, что не имеет никаких рычагов, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Все очень четко регулируется законом Красноярского края о безнадзорных животных. То есть мы имеем право отловить безнадзорного животного при наличии письменного обращения, в любой форме переданного, хоть по электронной почте. Значит, если это животное агрессивно, мы его отловим, и если оно представляет угрозу, там, бросается на людей, ведет себя агрессивно как-то, да, то это животное будет умышлено. Если же животное как бы покладистое... Ну, вряд ли, щенки месячные, да, агрессивные представляют опасность, но они вырастут. По закону, тоже при наличии обращения мы их должны поймать, провести процедуру, связанную со стерилизацией либо кастрацией, но щенка месячного однозначно нельзя подвергать такой процедуре, поэтому... То есть предназначить, либо пока он станет опасным, либо пока начнет размножаться активно. Да, да, такое противоречие есть. То есть выход остается один. Либо железногорцы разберут щенков по домам, и в городе станет на 10 ухоженных и здоровых домашних питомцев больше, а, соответственно, настолько же прибавится и счастливых хозяев, друзей человека, либо быть в виде. Юлия Гринько, Сергей Чурин, Информэкспресс.